Всем здорова! Ну что ж, скейтборды помыты, пениборд заказан, уже едет ко мне. А это значит, что пора брать телефончик и начинать смотреть тиктоки. Дорогие подписчики, готовьтесь сходить с ума. Поехали! Недавно мне в рекомендации попалось видео о том, что девочка хочет научиться кататься на скейте, но боится столкнуться с бурлингом. И, блядь, да! Я нахуй этого боюсь! Я купила себе скейт в спортмастере за 2000 рублей, потому что я хочу попробовать. Вдруг мне это вообще нахуй не понравится? Зачем я буду покупать что-то серьезное? Правильно? Правильно, блядь. Так мыслят разумные люди, но, блядь, не скейтеры. Трус! Скейтеры, которые катаются уже 10 лет. Они просто, блядь, самые токсичные ребята на планете. Такое ощущение, что они нахуй родились и сразу, блядь, поехали свое Олли делать еще что-то нахуй. Это просто пиздец. Окей, давайте представим, что мы все сразу умеем Олли, а она единственная, кто сразу не умеет Олли. Окей, да. Ну, в истории, блядь, я спросила, есть ли у нас закрытые автобаковки, на которых можно покатать? И мне отвечает пацан, типа, ты что, катаешь? Я говорю, ну да, я что-то там пытаюсь сделать. Он такой, а что у тебя за скейт? Я думаю, о, блядь, да иди ты нахуй, иди ты нахуй. А у меня скейт за 16 тысяч рублей, нуждак какой-то, блядь, колеса такие под шутки такие, да иди ты нахуй мне поебать, мне поебать, отъебись меня. Почему я должна в этом шарить, сука? Я просто пытаюсь, я что-то пробую. Блин, я переслушал это два раза. И я не могу это даже никак прокомментировать. Короче, каждый, кто хочет научиться кататься, учитесь кататься. Не думайте о других, думайте только о себе и о том, что у вас в голове момент того, когда вы становитесь на доску. И все, весь мир вам будет по коленам. А, блядь, 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 блядь. Пикать заебусь. О, у моего друга был старенький пени, на котором он не катался. И что дальше? И он отдал его мне. Твою ма... У этого видео 224 тысячи лайков. И если это видео наберет 10 тысяч лайков и думает свой скейт, вот прям реально, пойду и помою его на видео, специально для вас. Я решила покрасить свой пенипорт, опоздала с трендами, извините. Что? Какими трендами? Будем делать из него настоящую приору Ашота. Окей. Второй слой. Третий слой, да? Снимаем скотч. Если вы захотите покрасить свой пениборд или, не дай бог, скейтборд, купите себе бумагу и раскрашивайте ее. Всем спасибо. Пока. О, сейчас должно быть что-то интересное. Чел, ты скейт забыл. Ладно, типа, наверное, это смешно. Мне просто из-за музыки уже ворно, потому что саундтрек такой, чисто, вызывающий улыбку и смех. Ой-ой-ой, вот это вообще жесть, ребята. Смотрите. Это, в принципе, реально, но это очень жестко. Что? У меня, скорее, вопрос, даже не так, как он это сделал, потому что можно представить. Но то, как он туда залез, это вообще вопрос года, наверное. Ой-ой-ой, вот это жестко. А это было тоже, я вставляю. Как вы знаете, во время кризиса все труднее и труднее заработать. Но есть люди, которые не то, что умудряются заработать, но и получить стабильный и пассивный доход. А для таких людей идеально подходит инвестиционная площадка Avalon, которая поможет тебе зарабатывать на инвестициях, даже если ты совсем в этом не разбираешься. Команда Avalon состоит из профессиональных аналитиков и экономистов. И они покупают крипту и акции по низу рынка и потом продают на пике. И получается так, что они делают прибыль и делятся ей со своими инвесторами, которые стабильно получают 1,3% вложенной сумме каждый день. Пока есть возможность, ты тоже можешь присоединиться к практически 600 тысячам успешных инвесторов по ссылочке в описании. И, кстати, минимальная сумма для вложения всего 100 рублей. И ты сможешь получать пассивный, стабильный доход ежедневно. Так что переходи по ссылочке в описании на компанию Avalon. Регистрируйся. Регистрация очень простая. Ну и плюс к этому, ты очень сильно поддерживаешь мой канал каждой регистрацией. Сегодня мы научимся прыгать на скейте, а то и сделать олли. Ого! Постараюсь объяснить максимально доступно. Ребята, обучалка на олли. У скейта и задняя сторона, тейл. И передняя сторона, нос. Правильно. Нос больше тейла. Нос. Это хорошо видно, если положить скейт боком. Встаньте рядом со своим скейтом и поставьте заднюю ногу на тейл. Теперь щелкните так, чтобы все четыре колеса оторвались от земли, причем ваша задняя нога именно стоит на доске, а не делая движение, будто бы вы на нее наступаете. Переднюю ногу ставим приблизительно на центр. Не ставьте ее близко к задним болтам. Задняя нога встает именно на крае тейла. Это важно, если вы хотите делать мощный щелчок и высокая олли. Теперь несколько раз просто пощелкайте, стоя на доске, добиваясь так же, чтобы все колеса отрывались от земли. И теперь, наконец, чтобы сделать само олли, добавляем вытяжку передней ногой. Сразу после нашего мощного щелчка мы тянем переднюю ногу к носу и ставим ее на болты. Поначалу у вас, скорее всего, будет получаться что-то вроде этого. Обратите внимание, во время вытяжки задняя нога перемещается на задние болты. А чтобы ваша олли была высокая, вы и сами должны прыгать выше. Вообще, на самом деле, дельная обучалка, тем более, учитывая то, что он ложился в теории в минуту, плюс-минус. Реально все по делу объяснил. Но там как раз такая тема, что когда ты делаешь олли, тебе нужно поставить ноги на центр, щелкнуть, поднять ведущую сначала просто вверх и потом начинать ее тянуть прямо. Ну, потому что так олли в итоге выше. Но если просто наискось тянуть, получается, наверх, то щелчковую ногу нужно в этот момент поднимать и олли тоже получится, но оно будет пониже. То есть тут такая темка, либо более подробные обучалки смотреть на ютюбе можно, либо вот такая тоже, в принципе, годная. Ну, в принципе, в чем суть? Вы в любом случае за время практики поймете, как правильно олли делается. Вот. Шок, Виталька доказал, что он не позер. А, это этот, сериал. Ого. Молодец, вылетел на почтовый. Жаль, что это все каскадеры. Каскадеры, каскадеры. Первый, скейтборд, ты начинаешь. О, это интересно. Первое правило. Свою первую доску берем в скейтшопе. Правильно. Максимальный размер доски для начинающего скейтера это 8,25-8,125. Стоит обращать на фирму доски, так как у каждой фирмы есть своя индивидуальность. Конкеевы, размеры и так далее. Чтобы обратить внимание на свежесть доски, лучше взять ее того года или этого. Так что, ребят, можете мне больше не писать директ по поводу того, как выбрать первый скейтборд, потому что за меня уже ответили. Хм, стайл. Блин, круто выглядит, очень. Блин, а на самом деле не так уж это и легко. Привет. Если я тебя удивлю, ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк. Да если нет, то ты, к сожалению, просто пролистаешь это видео. Поехали. Понимаете, в чем ситуация? Вообще, лет 5 назад или 10, он, наверное, удивил бы многих. Но сейчас, в 21 веке, хотя 5 лет назад или 10 было то же самое, ну ладно, упустим этот момент. В общем, суть в том, что сейчас, когда ты хочешь кого-то удивить, я даже боюсь представить, чем ты должен это делать. Потому что удивить сейчас реально тяжело. Я даже если не ожидал увидеть такого вот Олли без щелчка, потому что он просто типа взлетел. Прикольно, конечно, это 2 перемотки назад и вперед, походу, сделано. Хотя фиг знает, может быть он реально удивил всех и сделал Олли без щелчка в первом мире. Чисто за счет того, что надавил на доску и она отпружинила вверх. Но, скорее всего, это не так. Так что напишите в комментариях, удивил он вас или нет. Но я ожидал какого-то 1080 трипл флипа флэт. Вот это вот реально, я бы просто смотрел с такими глазами, типа, что? Так, интересно, а что они думают? Дайте угадаю, это то, что можно помыть и разукрасить. А потом снова помыть, а потом снова разукрасить. Помыть, разукрасить, помыть, разукрасить. Собирать миллион подписчиков и дальше мыть, разукрасить. А, типа, я понял, это все кадры как раз того, что они думают. Ух ты, ну вот это, кстати, стильно. Гриптейп арт. Надо будет на следующей досочке тоже себе купить кусочек прозрачного нуждачка и что-то тоже приклеить. Это подарок. Мой любимый скейтборд. Кручь. И я давю его тебе. Что? Славиться и получать удовольствие. Это правильно, хороший подарок. О-о-о, это как? Я же ничего не делаю. А он едет! У-у-у! Электродоска. А, я на борте качусь! Смотрите, я качусь! Просто покатился. Школа даунфилл просто. Коридор. Низ. Тошни. О, нормально, не каждый это сделает в скоропопытке. По ступенькам съехать не так просто. Как ты умеешь! У-у-у! Да! Что, телекузик? Это я, Ланик! Вы меня не знаете! Ну ты чего страшного? Прикольно. Надо будет засмотреть фильм. А дальше что? Теперь смотри. А дальше, походу, кто-то кого-то клюшкой ударит. Но это мы узнаем сегодня, когда я посмотрю фильм. Бля! Как бы и забавная ситуация, но в то же время, понимаете, в чем прикол. Ситуация одновременно и забавная, и в то же время трагичная, потому что камера, скорее всего, с вероятностью 99,9% не водонепроницаемая. Соответственно, минус камера и минус кадры. Опа-на! Еще одна обучалочка. Олли. Берем скейн, ногу переднюю к болтам, вторую на центр, примерно к краю доски, на тейл. Вначале вам нужно отточить два движения. Первое движение, встаем на доску и наклоняем тейл. Чтобы заставить подниматься доску, нужно отточить второе движение. Как я вначале говорил, переднюю ногу ставим к болтам и пытаемся вывести ее ногой вверх. На самом деле, обучалка неплохая, я в детстве примерно по таким же и учился. Но знаете, типа, в чем рофл? Первый тип, чью обучалку мы увидели, он снял ее более подробно, а вот ты слушаешь, такой, блин, этот чел выкупает. А от этого типа, когда ты смотришь, ты понимаешь, что это именно такая вот народная трушная обучалка, вот как я в детстве смотрел, вот реально. По делу, по делу. Правильно. Когда мы все научились, делаем все вместе. Только не так медленно. Ну вот, да. Хорошо. Вот прикиньте, вроде как, насколько все визуально просто, а на деле, как долго люди учатся этому. О, нормальная тема. Но комплай, давай. Оп, хорош, дальше. А когда я запускал эту маску, мне свитч хилл, свитч флип, свитч дабл флип, свитч трех, а все в свитче. О, позер. Ну вот, вот и правильно, да. Примерно так выглядели бы мои скейт-влоги, если бы я остался жить в Мелитополе. Реально, да. Это вот я, катаюсь в узких штанах, не шарю за скейтбординг, покупаю вот скейт-супермаркет, у меня тест. Я просто проезжаю под типами, которые прыгают. Так, 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 тип разгоняется, много ступенек. Прыгает рядом, не увозит. И пиджам, нормально. Но монтаж динамичный. Как раз за этот монтаж у него и достаточно много лайков, 54 тысячи. О, нормально. Это малой, и он чемпион России. Или малая? Не, малой, малой, малой тип. А, все, я выкупаю этого типа. Он очень жесткий. Офигеть. Я тоже. Офигеть. Прикиньте, малой и чемпион России. Офигеть. 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 Хочу увидеть его и посмотреть вживую на то, как он катается. Потому что это действительно круто. И прям реально по-доброму завидую его уровню катания в таких радиусах. Потому что в пуле кататься и в таком большом. Я вообще в таком большом никогда не катался. Всю жизнь катаюсь на скейте, а ну. И что это значит? Решил попробовать самокат. Это типа значит, был пацан и нет пацана? Вы это имели ввиду? Объясните, пожалуйста. А то вот это вот. Я не в тренде. Когда поспорил с ментом? Что? Что? Охренеть. Блин, круто, да? Еще раз. Вот что значит по-настоящему креативный скейтбординг с элементами акробатики. Блин, это я когда приехал в Киев. После Анталии. Примерно так же я катался по квартире только. Когда увидел сочных восьмиклассниц поблизости. Сочные восьмиклассницы. Это как вообще? Что? Ой-ой-ой. А? Ну, выглядело орно. Забавно. В последнее время я наблюдаю, что очень много самокатеров кидаются с самокатами. Вообще не по приколу, поэтому никогда не кидайте в самокатовские парки. Это опасно. И, ну, можете кого-то задеть. Ой-ой-ой. Все. Я парочку из этого видел, но всего нет. Для охранник вообще дикий. А теперь пять трюков, которые легче, чем Олли. Фэксайд ребёрт. Но комплай тяжелее, чем Олли. Францайд 180 тяжелее. Но лишь шовет, фиг знает. Шовет тяжелее. Может, это все индивидуально? Я без понятия. Ну, в общем, ребят, на этом, наверное, будем заканчивать. Потому что, в принципе, более-менее адекватный ТикТок. Да, конечно, есть жесть. Но, кстати, трюков мы тоже немного... Ну, типа, увидели трюки, но не сильно много. Так что, ребят, сейчас успокаиваемся. Даем надежду людям на залив новых видосиков. И потом мы их посмотрим чуть-чуть позже. Через недельку или две. Но если вы наберете 10 тысяч лайков, само собой, сразу же выходит новый ролик. Вот так вот. Ну, а я буду отдыхать, потому что позер это хорошо, но их отсутствие лучше. Так что... Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока! Бум! Субтитры сделал DimaTorzok